Здравствуйте! В эфире информационная программа «Время новостей» в студии Ирина Варсан. Далее коротко о главном. Коалиция ПСРМ-ДПМ ходит по острию ножа. Еще один депутат-демократ объявил, что покидает парламентское большинство. Фотографии денежных квитанций из знаменитого черного пакета, подписанные якобы депутатом-социалистом, поступили в нашу редакцию от анонимного источника. Депутаты от партии ШОР предлагают отменить прежние ограничения, касающиеся ретрансляции программ российского телевидения. Молдова преодолела порог в 10 тысяч инфицированных коронавирусом. Второй день подряд в стране 12 летальных исходов, вызванных COVID-19. О новом антирекорде рассказала зарубежная пресса. Новые выходы из демократической партии. Депутат Ангел Агаки заявил, что покидает фракцию ДПМ и присоединяется к промолдовам. Согласно некоторым источникам, Агаки не поддержит поправки, предложенные социалистами, к закону АНПО. Таким образом, во фракции ДПМ осталось только 14 депутатов из 30, а правящая коалиция в настоящее время насчитывает 51 голос, что является минимумом, необходимым для принятия законов. Мы связались с почетным председателем ДПМ Думитру Дьяковым, который сообщил, что ожидал подобного поступка от Ангела Агаки. Каждые четыре года ему придется обновлять свой гардероб. Думаете, еще кто-то уйдет? Я не знаю, посмотрим. Что будет с парламентским большинством ДПМ, ПСРМ? Я думаю, у нас пока достаточно голосов. Напомним, не так давно несколько примаров и местных советников из разных районов страны покинули демократическую партию. Некоторые депутаты также решили присоединиться к парламентской группе промолдов, а другие – к политической партии ШОР. В этих условиях формирование, возглавляемое Андрианом Канду, насчитывает уже 13 депутатов, а партия ШОР – 9. Игорь Дадон снова изменил мнение. Президент заявил, что одобрит закон о неправительственных организациях, хотя ранее был категорически против, считая, что закон подорвет политическую независимость страны. Достигнут консенсуса в отношении поправок к статьям, которые минимизируют риски вовлечения внешних сил во внутреннюю политику Молдовы. И если эти поправки будут поддержаны, то закон об НПО, скорее всего, на этой неделе будет принят во втором чтении и обнародован. Депутат от ПДС Сержио Литвиненко, опровергая заявление президента, сообщил, что консенсус не был найден, потому что парламентская комиссия по вопросам права, назначения и иммунитету недавно одобрила окончательный вариант проекта, и никаких изменений не было внесено. Цитата. «Мы, вероятно, ждем новой юридической выдумки от великих юристов ПСРМ», написал Сержио Литвиненко на своей странице в соцсети. Принятие закона о НПО является условием получения 30 миллионов евро в рамках макрофинансовой помощи со стороны Евросоюза. Ранее представители руководства страны заявляли, что новый закон позволит неправительственным организациям финансировать политические партии деньгами из-за рубежа, что было опровергнуто оппозицией. Председателя парламентской фракции ПСРМ Корнелио Фуркулице обвиняют в том, что он был ответственным за распределение денег, получаемых Игорем Дадоном от Влада Плохотнюка. Так утверждает человек, который отправил анонимное письмо на электронную почту нашего телеканала, а также на почту других СМИ страны. К сообщениям прилагаются фотографии и квитанции на сумму более 6,5 миллионов долларов. Эти деньги незаконно передавались для финансирования ПСРМ, а квитанции о распределении средств якобы подписывал Корнелио Фуркулице, который отвергает эти обвинения и заявляет, что подаст жалобу в прокуратуру за публикацию фальшивок. Согласно анонимному сообщению, председатель фракции ПСРМ Корнелио Фуркулице якобы за несколько лет получил 6,5 миллионов долларов, которые были незаконно переданы для финансирования партий социалистов. На фото изображены копии квитанций, которые, как утверждает неизвестный, были подписаны Фуркулице и на которых значатся суммы от 216 до 560 тысяч долларов, перечисляемых ежемесячно. Автор сообщения указывает, что деньги для финансирования ПСРМ якобы поступали из пакетов, периодически передаваемых для нужд партии социалистов. Аноним утверждает, что на снимках представлены поступления за 2017 год на общую сумму в 2 миллиона 730 тысяч долларов, но у него есть такие же квитанции за 2018 и частично за 2019 годы на 3 миллиона 840 тысяч долларов. Согласно цитируемому источнику, такие же фотографии были направлены в Генеральную прокуратуру страны. Неизвестный заявляет, что он готов давать показания, но с условием, чтобы власти обеспечили его личную защиту, защиту его семьи и его имя нигде не упоминалось. Автор сообщения надеется, что его показания послужат основанием для возбуждения уголовного дела против Корнелию Фуркулица и президента Игоря Дадона. «Я понимаю, что мои показания об источнике, из которого я получил документы, будут очень важны для уголовного расследования и для вынесения приговора. Я готов представить вам документы и свидетельские показания, но только если я буду уверен, что вы проведете уголовное расследование до конца и что государство сможет предоставить полную защиту мне и моей семье», – добавил неизвестный. Как заявил депутат от ПСРМ Корнелию Фуркулица, вся информация и фото – подделка. На своей странице в социальной сети он написал, что немедленно подаст жалобу в прокуратуру. «Прогресс в деле о краже миллиарда с целью привлечь к ответственности тех, кто виновен в крупнейшей краже в истории страны, заставляет некоторых людей впадать в истерику и вбрасывать все новые и новые фальшивки, чтобы отвлечь внимание от расследования. Надеюсь, что прокуроры прольют свет на все эти действия, основанные на лжи и подлоге», – заявил депутат. Пресс-секретарь генпрокуратуры Мария Виеру не ответила на наши телефонные звонки. Однако для издания «Зьярул Дегарды» она подтвердила, что генеральная прокуратура получила изображение по электронной почте и что полученные материалы изучают, а позднее будет предоставлена более подробная информация. «Мы также пытались узнать мнение президента по данному вопросу, на что пресс-секретарь главы государства Кармена Стерпу сообщила, что единственным комментарием является сообщение Корнелию Фуркулица в соцсетях». Напомним ранее, депутат от ППДП Юрий Реница обнародовал несколько видеороликов о встрече президента Игоря Додона с бывшим лидером Демпартии Владом Плохотнюком и Сергеем Яраловым. На видео видно, что Плохотнюк хочет передать Додону черный пакет, в котором, по словам Реница, находилось от 600 до 800 тысяч евро. После публикации роликов глава государства заявил, что это подделка. В результате Юрий Реница, а также лидер ППДП Андрей Анастаси обратились в Генеральную прокуратуру с запросом о судебном разбирательстве в отношении президента. Представители Генпрокуратуры сообщили, что на основании обращения возбуждено уголовное дело. Депутаты парламентской фракции партии Шур предлагают отменить установленные ограничения на ретрансляцию программ российского телевидения. Парламентарии представили необходимый проект закона и будут настаивать на включении его в повестку Дня законодательного органа. По словам председателя политической партии Шур Илона Шора, законопроект предусматривает отмену соответствующих запретов в Кодексе о телерадиовещании, которые не конституционны. В видеообращении Илон Шур отметил, что партия, которую он возглавляет, всегда была внимательна к просьбам граждан и членов политформирования. Политик утверждает, что и сейчас не остался равнодушным к волне заявлений, поступивших от людей, требующих отмены запрета на ретрансляцию российских телепрограмм. Мы считаем эти поправки как неконституционными, так и неоправданными. Потому что мы считаем, что граждане нашей страны это не маленькие дети, которых надо учить, что можно им смотреть, а что нельзя. Человек вправе сам для себя выбрать, что он хочет смотреть, а что не хочет. В то же время депутат выразил недоумение по поводу того, что президент Игорь Дадон, выступавший против этого закона и отказавшийся его промульгировать, не отменил его вовсе, придя к власти. Также нам непонятно сегодня, почему, будучи у власти, подмяв под себя тотальную власть в стране, он даже не сделал попытку изменить или отменить эти поправки. Пресс-секретарь президента Кармина Стерпу не ответила на наш звонок, чтобы прокомментировать ситуацию. Илон Шор призвал депутатов других фракций поддержать законодательную инициативу партии Шор, чтобы люди могли сами решать, что смотреть по телевизору. А депутат Игорь Химич напомнил, что ограничения вызвали жесткую критику международных экспертов, подчеркнув, что они противоречат международным нормам, внутреннему законодательству и, в первую очередь, Граждане вправе сами решать, какие программы смотреть, из каких источников получать информацию и каким СМИ доверять. Решением для обеспечения корректного информирования граждан республики должны быть не запреты определенных телеканалов и программ, а стимулирование медиаграмотности, позволяющей противостоять фейкивым новостям. В то же время член постоянного бюро парламента Денис Уланов отметил, что в среду, 10 июня, потребует включить проект в повестку ближайшего заседания, чтобы он был принят в двух чтениях уже на этой неделе. Мы надеемся на то, что найдется парламентское большинство, которое будет думать разумом, а не политическими амбициями. Призываем парламентские фракции доказать, что свобода слова в Молдове – это не только рекламные лозунги. Напомним, парламент прошлого созыва в 2018 году внес в кодекс о телерадиовещании поправки, запрещающие ретрансляцию информационных и аналитических программ, в частности, политической и военной тематики из ряда стран, включая Россию. Позже был принят новый кодекс, в котором запрет оставили в силе, несмотря на критику со стороны представителей гражданского общества и международных организаций. Далее об опасном вирусе. Молдова зарегистрировала новый антирекорд. Мы перешагнули порог в 10 тысяч подтвержденных случаев коронавируса. По данным Минздрава, еще 12 человек скончались из-за COVID-19. Самая молодая жертва – 35-летняя женщина из Тараклии. Всего число умерших достигло 365. Также стала известна цена пандемии в стране. По данным специализированного портала санитатиинфо.мд, выявление коронавирусной инфекции обходится почти в 2 миллиона 400 тысяч леев в день, а расходы на тест будут включены в полис обязательного медицинского страхования. Семь женщин и пять мужчин стали жертвами COVID-19. Среди них – священнослужитель храма Иоанна Претечи из Камрата. У всех были сопутствующие заболевания. По данным Минздрава, за последние сутки выявлено 218 новых инфицированных. Общее число заболевших составляет 10 025. Выздоровели почти 5 800 человек. Высшая судебная палата будет работать в специальном режиме после заражения одного из сотрудников. Это означает, что все люди переходят на удаленный режим, кроме тех, чье присутствие на работе обязательно. Тем не менее, отменены все заседания коллегии по уголовным делам ВСП, которые были назначены на период с 8 по 13 июня. В случае судебных слушаний с участием сторон, доступ будет разрешен только после регистрации персональных данных и на основании повестки. Согласно порталу санитати.инфо.мд, каждый день государство тратит более 2 миллионов леев для проведения тестов на COVID-19. Стоимость одного теста – 1862 лея. Расходы будут включены в единую программу ОМС, что означает, что все затраты покроются медицинским полисом, независимо от того, застрахован человек или нет. Проверка на антитела также будет включена в полис. Цитируемый источник пишет, что сейчас цифры включены в проект решения, которое должно быть утверждено правительством. До сегодняшнего дня в Молдове проведено более 63 тысяч тестов, что говорит о расходах на сумму в 120 миллионов леев. Тревожная эпидемиологическая ситуация в нашей стране привлекла внимание международной прессы. Общеевропейский новостной телеканал Евроньюз показал сюжет о Республике Молдова, в котором представлена информация о количестве заболевших и числе летальных исходов, вызванных коронавирусом. В материале с подзаголовком «Рекордный рост заражений в Молдове» говорится, что несмотря на то, что эпидемиологи неделю за неделей бьют тревогу, власти продолжают ослаблять карантинные ограничительные меры. На видеокадрах показано большое количество людей на центральном рынке в столице, а также загорающие на пляже целыми семьями жители Молдовы. А тем временем президент Румынии Клаус Юханис считает необходимым продлить режим повышенной готовности, введенный из-за угрозы распространения коронавируса. Он призвал парламентариев взять на себя ответственность и не подвергать сомнению меры, которые, как было показано, являются правильными. По словам Юханиса, граждане должны и далее соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски в местах скопления людей, соблюдать гигиенические нормы. Ранее власти Румынии сообщали о почти 21 тысяче случаев заражения, 1345 из которых закончились летальным исходом. В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧАЭС, ему на смену на 30 дней пришел режим повышенной готовности. Продолжает действовать запрет на работу торговых центров и предприятий общественного питания, закрыты учебные заведения. Также в силе остается решение о приостановке авиасообщений с другими странами. Всемирная организация здравоохранения объявила об ухудшении ситуации с распространением коронавируса на глобальном уровне. 75% от регистрируемых сейчас новых случаев приходится на Америку и Южную Азию. Ученые Гарварда, проанализировав спутниковые снимки, пришли к выводу, что в китайском городе Ухани загруженность больниц увеличилась еще в августе прошлого года. К октябрю цифра выросла на 90%. Это косвенно указывает на то, что вирус нового типа появился в стране еще летом. Несмотря на предупреждение ВОЗ, весь мир постепенно выходит из карантина. В столице Российской Федерации с 9 июня снимается часть ограничений. Отменяется режим самоизоляции, пропуска для передвижения по городу и прогулки по графику. Возобновляется работа парикмахерских салонов красоты, судов и других организаций. В театрах разрешены репетиции, а жителям города можно посещать кладбище. Москвичам по-прежнему необходимо носить маски в общественных местах. С 12 июня в США в штате Калифорния возобновят работу кинотеатры. Кинозалы откроются при соблюдении целого ряда противоэпидемических мер. Заполняемость зала не может превышать 25%, и в нем могут одновременно находиться не более 100 зрителей. В Греции, где через несколько дней открывается туристический сезон, опять возросло число заражений. С четверга по понедельник в стране отмечено 97 случаев. Две трети из них приходятся на людей, въехавших из других стран. Власти Афин вновь начнут ежедневно сообщать о числе заболевших, что перестали делать после того, как число заражений в сутки снизилось до пяти человек. В итальянском городе Бергамо, который находится в числе наиболее пострадавших от пандемии, провели масштабную проверку на антитела к коронавирусу среди населения. В результате их обнаружили у 57% из 10 тысяч прошедших проверку жителей. Наличие в крови антител считается признаком перенесенного заболевания. В Британии Ливерпульский суд приговорил к трем годам заключения 47-летнего Майкла Уитти за попытку уничтожить вышку мобильной сети 5G. Уитти посчитал, что технология 5G каким-то образом способствует распространению коронавируса. Еще в начале апреля британская пресса писала о случаях, как предполагают умышленного поджога подобных вышек, как минимум в двух больших городах – Бирмингеме и Ливерпуле. В столице Азербайджана Баку задержали 11 человек, бросавших мусор в сотрудников полиции. По выходным и праздничным дням в стране действует строгий режим изоляции. Жителям крупных городов полностью запрещено покидать свои дома. Накануне сотрудники полиции во дворе одной из многоэтажек задержали нарушителя карантина. В это время люди начали бросать из окон, из балконов пластиковые бутылки и пакеты с мусором и выкрикивать оскорбления в адрес полицейских. Французские ученые предложили использовать служебных собак для выявления бессимптомных коронавирусных больных. Исследователи выяснили, что запах человека, зараженного COVID-19, отличается от запаха здорового человека. Эту разницу прекрасно улавливают натренированные собаки-нюхачи. После проведенных экспериментов точность диагностики собаками составила 83-94%. К другим темам. Протест у притуры сектора Центр в столице, где проходило заседание Кишиневского муниципального совета. Люди снова выступили против советника от ПСРМ Василия Киртоки. Протестующий утверждает, что он мог получить земельный участок, который принадлежит муниципалитету при поддержке социалистической фракции, в которую он входит. Горожане недовольны и просят вернуть деньги в муниципальный бюджет. Акцию протеста поддержали мунсоветники от политической партии ШОР. С плакатами в руках жители столицы выразили недовольство тем, что социалист Василий Киртока получил участок земли при помощи муниципальных советников от ПСРМ, которые проголосовали за это решение. Протестующие говорят, что социалисты ничего не делают для людей, а просто обворовывают страну. Берут, покупают здания у государства за копейки и навариваются, потом перепродают и делят эти предприятия на куски. Сколько можно этим заниматься? Сколько воровывать страну и людей? Сколько можно? Пусть хотя бы один раз делают что-то для людей, для народа. Я протестую, хочу, чтобы они вернули в землю муниципалитет. Правильно. Уже в государственную землю. Вернули деньги в бюджет. Те, которые украли. Он не умеет разговаривать с людьми. Он только оправдывается, постоянно что-то обманывает, что-то врет, постоянно недоговаривает, постоянно уходит. Столичный муниципальный советник, социалист Василий Киртоков вышел к протестующим и тут же удалился, не дав людям конкретного ответа. Думаю, Василий, вы мне так и не принесли. Вот так вот делают они всегда с людьми. Смотрите, пенсионеры к ним приходят. Я сама инвалид пришла добиваться своего. Вот так вот они прячутся все время. Василий Киртоков отказался комментировать недовольство людей и общаться с нашей съемочной группой, мотивируя тем, что флешмоб организовала политическая партия ШОР. Я не знаю, спросите Клименко. Люди пришли с большим количеством документов. Спросите их, кто собрал этих людей. Муниципальный советник Валерий Клименко со своей стороны обвинение отрицает. Партия ШОР никакого отношения к этому не имеет. Это у нас демократическая страна. Любой человек может прийти, устроить флешмоб и задать вопросы к человеку, которому эти вопросы есть. Если люди приходят и обвиняют в чем-то господину Василия Киртока, значит, есть у этих людей основания. Советники от политической партии ШОР говорят, что после того, как Василий Киртока получил муниципальный участок земли, бюджету столицы был нанесен ущерб на 4 миллиона 200 тысяч леев. По словам Валерия Клименко, сделки проводились через предприятие, в котором Кишиневский муниципальный совет владеет 40% уставного капитала, а принадлежащая Василию Киртоке компания 60%. Советник от партии ШОР заявил, что фирма Киртоки, воспользовавшись мажоритарной позицией в акционерном капитале, купила участок площадью в 8 соток, тем самым навредив муниципальному бюджету. Он причастен к тем вопросам, которые недопустимы, и которые мы требуем разбирательства, расследования, и его роли в этом, и роли социалистов, например, что касается потраченных муниципальных денег по приватизации одного земельного участка. Валерий Клименко отметил, что пытался создать комиссию для расследования того, как муниципалитет купил свой же земельный участок, но предложение советника от партии ШОР было заблокировано большинством в КМС. В продолжение темы. Муниципальный советник от политической партии ШОР Валерий Клименко выдвинул предложение отстранить социалиста Василия Киртока от должности председателя комиссии по строительству, архитектуре и земельным вопросам премырии Кишинева. С такой инициативой он выступил на заседании муниципального совета во вторник. По словам Клименко, Киртока злоупотребляет должностью в личных целях, нарушая правовые интересы жителей столицы. Инициативу поддержали только советники от либеральной партии. По словам Валерия Клименко, работа комиссии, которую возглавляет Киртока, ведется не на должном уровне. За шесть месяцев КМС были предложены только три проекта, в то время как порядка 1500 заявок и заявлений от граждан и экономических агентов находятся на рассмотрении. Такая низкая эффективность работы комиссии свидетельствует о неготовности грамотно организовать ее деятельность и профессиональной некомпетентности председателя Василия Киртока. Изменение ситуации к лучшему возможно только при условии замены председателя комиссии на более деятельную и компетентную кандидатуру. Клименко утверждает, что есть еще одна причина, по которой Киртока должен быть отстранен от руководства комиссии. Это многочисленные злоупотребления. Местный избранник привел в пример схемы, которые Киртока применил в период с 2014 по 2016 годы, вынудив КМС утвердить выплату в несколько миллионов леев за земли, собственником которых он является. Муниципальный советник от партии Шор напомнил, что ранее он неоднократно настаивал на создании в КМС рабочей группы для расследования сомнительных действий Киртока. Но предложение было отклонено. Валерий Клименко также сообщил, что обратится в правоохранительные органы для рассмотрения этого дела. Василий Киртока отклонил выдвинутые против него обвинения и отметил, что заявления Клименко не соответствуют действительности. Все, что сказал господин Клименко на основании его лжи, причем лжи, ложь тотальная, я не имею другого варианта, как подать на него в суд, и пусть он там оправдывается. Инициатива Клименко была поддержана только либералами, хотя ранее 18 местных избранников поддержали предложение включить этот вопрос в повестку дня. Несомненно, господин Киртока злоупотребляет своим влиянием в муниципальном совете. Валерий Клименко утверждает, что и на следующем заседании КМС будет настаивать на отстранении от должности Василия Киртока. Монсоветники Кишинева от политической партии ШОР обратились во вторник к муниципальному совету столицы с просьбой разрешить провести силами партии ремонт подземных переходов в секторе Ботаника. Предложение поддержали представители политформирования действий «Солидарность», «Национального единства» и «ЛП». Однако вопрос не набрал необходимого количества голосов для включения его в повестку дня. Советники от партии ШОР считают, что подземные переходы должны быть отремонтированы так же, как это было сделано в городке аэропорта. Подземный переход там стал самым современным в Кишиневе и единственным отремонтированным за последние 10 лет в столице. Однако запрос советников от партии ШОР не был поддержан большинством. В прошлом году представители политформирования заявили, что готовы принять участие в реализации ряда проектов, связанных с инфраструктурой Кишинева. И еще тогда партия обратилась за разрешением в муниципалитет для того, чтобы провести модернизацию всех подземных переходов сектора Ботаника. Однако местные власти отказались от этого предложения. К другим темам. Один из населенных пунктов Колоражского района попал под двухмесячный карантин. Однако на этот раз речь идет не о COVID-19. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов подтвердило случай бешенства у крупного рогатого скота в Колоражском районе. Согласно информации, в населенном пункте, в котором зафиксировали заболевание, объявили карантин и начали срочную вакцинацию домашних животных. Как отметили в агентстве, останки, заразившиеся бешенством коровы, сожгли и закопали. Всех животных поместили в двухмесячный карантин. Специалисты ищут источник вируса. 8 июня после продолжительного перерыва вновь открылись для покупателей торговые центры. Но с рядом ограничений. Неудовольствия экономических агентов вызывают сокращенные рабочие недели и трудовой день, а покупателям приходится мириться с масками, измерением температуры и попытками не нарушать социальную дистанцию. О том, как чувствуют себя продавцы после вынужденной паузы и какие трудности приходится преодолевать покупателям, узнавал наш корреспондент. Торговые центры столицы возобновили свою деятельность после почти трехмесячного перерыва. И хотя экономические агенты с нетерпением ждали этого дня, открытие оставило горький осадок. Правила строгие. Торговать можно только пять дней в неделю. Ежедневный график сокращен до шести часов. Продавцы жалуются, что работать теперь приходится в то время, когда сами покупатели находятся на работе. У нас такие большие убытки, потому что три месяца не работали и не смогли реализовать сезонную обувь. Весенний сезон закончился. Смотрите, ничего не продано. Не знаю, как мы справимся. Посмотрим. Трудно прогнозировать. Не знаем, есть ли у людей деньги, поэтому очень сложно что-то спрогнозировать. Пока продавцы не работали, каждый справлялся с ситуацией как мог. Я ничего не делал. Сидел дома и ждал открытия центра. На какие деньги жили? Родители помогали. У меня хобби – рыбалка. Некоторые написали заявление и получили компенсацию за этот период, а пенсионеры – пенсию. Чтобы обезопасить покупателей от заражения, продавцы говорят, что после каждой примерки товар и одежду и обувь дезинфицируют. После каждой примерки вещь должна быть проглажена и продезинфицирована. Протираем влажными салфетками и дезинфицирующим средством. Примерочные каждые 2-3 часа дезинфицируются. Покупатели, хотя их не так много, тоже рады открытию торговых центров. Потому что есть такие товары, которые расположены только здесь, только в коммерческих центрах, только именно в этой локации. И в другом месте их найти нет, невозможно. Обувь всё-таки лучше примерить. Закрытые игровые площадки в торговых центрах создают дискомфорт для покупателей, которые приходят с детьми. Они знают, что обычно здесь можно весело провести время, а сейчас нельзя. Делаем покупки и всё. Очень сложно. Напомним, торговые центры не работали с середины марта до 8 июня. Закрытыми для доступа пока остаются кинотеатры, кафе и игровые площадки для детей. Детские площадки могут быть снова закрыты из-за высокого риска заражения COVID-19. По инициативе генпримара столицы Иона Чабана, это предложение обсудят в Кишиневской чрезвычайной комиссии по общественному здоровью. Ион Чабан также призвал родителей не пускать детей на открытые игровые площадки из-за риска заражения. Также городоначальник решил отозвать недавно подписанное им положение о летней уличной торговле, обосновав это тем, что в последние дни на улицах столицы появилось много киосков, у большинства из которых нет авторизации на установку. Ион Чабан потребовал от претеров и вице-примаров убрать все торговые точки, появившиеся за последнее время, и держать этот вопрос под строгим контролем. Напомним, ранее глава Кишинева подписала разрешение на мобильную торговлю на улице мороженым, безалкогольными напитками и выпечкой с обязательным строгим соблюдением мер профилактики от COVID-19. На этом вечерний выпуск информационной программы завершен. В студии была Ирина Варсан. Далее вас ждет прогноз погоды на среду. Оставайтесь на нашем телеканале. Хорошего вечера и добрых новостей. В Кишиневе 10 июня будет 31 градус тепла, в Бричанах 29 выше нуля, в Бельцах плюс 30. Ожидаются грозы во всех трех населенных пунктах. В Сороках и Флорештах 31 градус с положительным знаком, в Люкшенах 30 градусов и гроза. В Аргееве дожди. Температура такая же, как в Унгенах и Дубасарах. 31 градус. В последних двух городах – грозы. В Террасполе дождь и 32 градуса тепла, в Камрате и Кагуле – гроза и плюс 31. Переходим к погоде за рубежом. В Бухаресте – гроза. Там будет 27 градусов с положительным знаком. В Киеве – 30 выше нуля, в Москве – плюс 26. В Лондоне – пасмурно, 14 градусов тепла, в Мадриде – плюс 26, в Париже – 20 градусов дожди. В Риме также плюс 20, ожидается гроза. В Берлине – 22 градуса тепла, в Афинах – 30 выше нуля, пройдут дожди. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова